Всем привет! Сегодня немножко поговорим о менталитете, о турках. Хочу что отметить у девочек, скажем так, когда общаетесь в интернете, или вы уже в принципе в отношениях, там переезжаете или еще что-то, неважно. Я хочу кое-что рассказать о том, как сливают друзей, перестают общаться здесь в Турции, как у них по их менталитету, воспитанию это принято делать. Потому что у нас, опять же, все в лицо напрямую, здесь очень все тихо, скрыто. В лицо напрямую говорить что-то, это просто некультурно считается. Ты себя показываешь, говоря напрямую что-то человеку, некрасивым, невоспитанным человеком. Здесь считается воспитанным, это вести интриги, не говорить напрямую, обходить или все что-то. Итак, просто проблема в том, что когда мужчина турецкий пытается съехать с отношений, неважно, на расстоянии отношений, или вы тут уже вместе там живете, или еще что-то, или уже в браке. И в любом случае, когда турок, человек турецкий, пытается съехать с общения, он это делает мягко, постепенно, отдаляясь, по сути, чтобы там прям заблокировали, перестал. В общем, это больше будет эмоциональный порыв, после которого он может вернуться. И наши девушки это рассматривают так, что вот он заблокировал, типа, значит нет, значит нет, а потом через какое-то время он вернулся, и мы опять начали общаться, но осадочек, например, у нас какой-то остался, там от конфликта нерешенная проблема, все равно она в воздухе подвисла, и отношения уже не такое хорошее, да, у нас идет не так все гладко. Я вам больше скажу, что в этой ситуации все гораздо проще. Он эмоционально, то есть в его случае напрямую оборвать, заблокировать, перестать общаться, не значит нет, это мало, такое есть, но это будет реже. Как правило, после такого прям супер облома, турки, как правило, часто возвращаются, потому что это просто эмоционально принятое решение. Он колеблется и вернулся. И плюс еще, мне кажется, в них вот это подсознательно сидит, что так прощаться, так себя вести, это некрасиво. Если турок с вами резко оборвал, заблокировал и исчез, радуйтесь, что он вам не трепет нервы, он от вас реально отстал. Вообще радуйтесь, что у вас нет этой нервотрепки, скандалов или еще чего-то от этого эмоционально. Оно вам не надо, чтобы оно вас эмоционально не выматывало. Психологического воздействия на вас нет. Как правило, очень часто мужики возвращаются, начинается вот это вот в турецком стиле разрывание отношений тягомотина, какие-то скандалы. Вообще, даже общаясь по-дружески здесь в Турции, я могу сказать, что если с человеком неприятно общаться, естественно, в лицо ему это ничего не скажут. Когда сливают как друзей общение, сворачивают в Турцию, очень просто. Медленно-медленно начинают меньше делать каких-то контактов. Это не поздравление с днем рождения, на какие-то праздники, барам или еще что-то. В своем сочинном семье так же бывает. То есть медленно-медленно общение сходит на нет. Но при этом в лицо никто не высказывает, как правило, каких-то проблем, сложностей, претензий друг к дружке никаких. По каким-то причинам люди просто постепенно перестают общаться. И этих причин, они, знаете, такие мимолетные, легкие, что ты, по сути, можешь и не понять, что произошло. Но со временем ты поймешь, о, какой-то период времени прошел, но как-то так сложилась судьба, время нас развело, и мы с этим человеком не дружим, не общаемся, все как-то вот так. То есть, что, собственно, я не заметила, что произошло, а что-то произошло. Вот так, по сути, за этим типа ничем. На самом деле, этот человек делал специально, чтобы прекращать с вами общаться. Но сделать это так мягко и гладко, чтобы что? Не остаться виноватым, не быть в той ситуации, когда в лицо ты высказываешь кому-то что-то плохое напрямую, претензии какие-то, чтобы не выглядеть некрасиво, чтобы не выглядеть грубияным и невоспитанным человеком. Так что здесь сообщения слезают очень медленно, медленно. Подружки, например, начинают меньше как-то проводить время общаться, или встреча становится реже, или куча причин на встречу не прийти. Поэтому, чтобы так прям в лицо сесть и высказать конфликт, это крайне редко, это немножко другие отношения. Это бывает в отношении мужчины-женщины, как бы правильно выразиться, о семейных отношениях, с родственниками, еще что-то ругаются. Там уже не так вот этот сенс того, что обо мне подумают, работает. Не так же, как с чужими нечленами семьи и людьми. И просто в любом случае девушки, мне кажется, даже турчанки, когда общаются, парень там не нравится, они начинают тысячу раз придумывать всякие отговорки. Ой, я на свидание пойти не могу, а у них там некогда, куча причин. Очень, короче, им проще наврать, придумать что-то, создать несуществующее, лишь бы, скажем так, не сказать человеку впрямую, но в лицо, что «Ой, нет-нет-нет, ты мне не нравишься», или «Ой, нет-нет-нет, что-то мне не подходит». Найдется миллион причин, даже придуманных ложь какая-то, специально созданная, лишь бы съехать в сообщение, со встреч или еще как-то. И в отношениях с мужчинами, то, что вы общаетесь в интернете или еще где-то, все такая же самая история. Когда вы говорите «Вот, он мне обещал, все было нормально», но вы чувствуете, что отношения стали угасать, контактов меньше и меньше. Но он продолжает, например, меня же подпитывать, говорит, что все будет хорошо, говорит о будущем, о свадьбе, всяких своих обещаний, которые он все равно подпитывает, информацию какую-то дает. Но по факту я же вижу, что что-то, вот знаете, отношения, как песок сквозь руки просыпается, и в руках у меня ничего не остается. По факту ничего нет. Какие-то только слова-слова и вот так. Когда вы чувствуете, что у вас был эмоциональный взрыв классного в отношениях, потом они сходят на нет, вот это схождение на нет, это как бы элемент такой, скажем так, хвостик от кометы, от того, что ваши отношения заканчиваются, скорее всего. Просто в силу своего воспитания и культуры человеку вам напрямую что-то сказать не может. У девочек начинаются терзания, которые мне вот пишут письма. Терять не хочется, он же подпитывает эмоционально, говорит, что все будет нормально, но по факту я чувствую, что все плохо в отношениях, они сворачиваются, да, нет такого тепла, любви, там, внимания и всего прочего. Что мне делать? Дело, конечно, в вашей личной любви к себе, в вашей самооценке, устраивает вас такое к себе отношение или нет. Вы всегда можете напрямую поговорить с человеком и сказать так-то, так-то, мне вот так не нравится, да, или давай все как было раньше восстанавливаем, либо мы прекращаем наше общение. Вы всегда это можете сделать. Очень часто девочки боятся поднимать такие темы, вообще на это разговаривать, потому что если она поставит такой ультиматум, то мужчина может показаться по сути, когда отношения, вот если у вас такая ситуация была, и мужчина этим воспользовала, да, давай расстанемся тогда, раз тебе ничего не нравится, а девушка начинает себя тогда винить, я виновата. Вот это вот чувство вообще, я виновата, когда турок с вами расстается, это классика, потому что я не хочу со стороны турка, да, быть плохим в чужих глазах, это их воспитание. Им проще перевесить чувство вины на другого человека, ну, сам типа такой, знаете, из грязи в князи, не запятнанное, абсолютно все с ним в порядке. Но чувство вины будет у вас, он с себя вину снял, спокойно встрепенулся и пошел дальше. А вы с этим живете и мучитесь, как говорится. Это вам на заметочку. Если вы вот этот разговор, скажем так, у вас это происходило, произвели, и мужчина съехал с отношения, это, понимаете, говорит о том, что вы просто всколупнули вот эту проблему, вы это все чувствовали, вы нашли в себе силы напрямую об этом поговорить, задать вопросы, ну, и там расстаться. И имейте тоже, раз смелость была, рот открыть об этом, имейте и смелость принять это решение человека, вот это прервать эти отношения, не надо там за ним потом убиваться, чувствовать вину свою и думать, какая дура вообще брод не открывала, и дальше бы тянулись отношения. Но просто вот это вот съезжание соотношений медленное, растворение вот этих отношений никуда ни во что, это никакого результата не будет. Эмоциональной вспышки нет. Турки очень эмоциональные. И так, чтобы очень так медленно-медленно, а потом бабах эмоционально, вы там, какой-то переворот эмоциональный, супер, не знаю, любовь в один момент взорвалась у вас после там какого-то протяжения отношений, просто срочные свадьбы, переезд и все дела, я вообще почти такого не слышу. Турки наоборот. Они очень быстро загораются, очень могут быстро там сделать, пообещать что-то, сделать предложение или еще что-то, пожениться. Они могут об этом вообще не подумать, что они творят. Эмоциональные. А потом, когда уже это произойдет фактом, вы уже переехали, вышли замуж, они уже будут потом решать проблемы там с финансами. Она что, жену содержать, а как документы оформлять, и что с ней вообще делать тут, чем ее занимать. Что такое вообще семья, любовь, всю вот эту ответственность на себя. То есть эмоционально зажечься, жениться, родить детей, даже эмоционально что-то сделать, это больше по-турецки. А потом они расхлебывают проблемы и думают. Если было все шито-крыто, гладко, а потом эмоциональный всплеск, и типа все нормально стало, нет. Если отношения у вас гладкие, никакие, не эмоциональные и никак особо не развиваются, скорее всего, они такими и будут. Растребушить такого вот человека будет очень проблематично, и вообще-то, скажем так, не совсем это турецкая история, не их по их характеру, менталитету их. И вот эмоционально, когда было что-то, обещание, и вот это все, к завершению темы, сходит на нет, это говорит о том, что отношения пытаются слить, пытаются расстаться. И, как бы, ну, конечно, хочется верить в самое лучшее, в светлое, вот в эти всякие обещания, которые он говорит, но всегда смотрите по своим ощущениям и по факту. Вот с турка надо требовать всегда по факту. Языком трепает все, что угодно можно обещать. Вы хотите верить в слова, в обещания, но смотрите, что вы в остатке имеете. Вот песок сквозь пальцы проходит, что у вас в пальцах, в ладошках остается? Камешки какие-то задерживаются или нет? Что конкретно сеет этот человек вам дает? Вообще, что-либо вообще дает или нет? Если ничего не дает, это и есть самый настоящий вывод, надо вам продлевать эти отношения или нет, как бы намекая о том, что, скорее всего, нет, не надо с этим человеком ничего больше иметь, он ничего вам не даст. Только одни обещания и слова, так что смотрите по факту. Что вы думаете? Пишите в комментариях на эту тему, как вы считаете. Я считаю, что турки эмоциональны, взрываются и эмоционально могут делать ошибки и принимать какие-то решения. Но если турок очень аморфный, спокойный и не предпринимает каких-то действий, то эмоций никаких от него потом ждать внезапных не нужно. По жизни либо такой человек, либо ему не очень даже интересны эти отношения по каким-то причинам с вами состоять в отношении. Жду ваших историй, примеры какие-то. Под видео всегда остается почта для ваших сообщений, истории, записи на консультацию. Спасибо вам, скоро увидимся. Всем пока.